Туц-туц-туц-тури-дуц-туц-тури-ду-ри-дуц-туц. Такие кадры жители края присылают в нашу редакцию. Буквально во все квартиры и рабочие офисы заползают полчища насекомых. Так называемые клопы-вонючки настырно нарушают мирное существование и проникают сквозь оконные проемы даже высоких этажей, рассказывает жительница Бийска. Буквально на днях в мою квартиру разом при солнечной погоде залетело и более 30 клопов вот такого крупного размера. Я, конечно, очень сильно испугалась, потому что, в принципе, боюсь. Пострадали больше, конечно, морально и эстетически, потому что теперь нужно отмывать все окна, нужно выбрасывать кучу мертвеньких клопиков и божьих коровок из квартир. Божьими коровками также усыпаны все подоконники. Но такие божьи твари менее устрашающие и пахучие, в отличие от своих товарищей, клопов вонючих, тех и раздавить страшно. Такому нашествию лишь одно объяснение, добавляют специалисты-энтомологи. Лето и начало осени слишком теплые. Некоторые виды из-за таких благоприятных условий размножились. Но холода уже наступают, и насекомые лишь ищут удобное место для зимовки. Атаки скоро закончатся. Насекомые в конце своего цикла развития именно уходят в стадию зимовки. А сейчас в основном идет нашествие из семейства древесных щитников. Они зимуют в стадии имага, то есть как раз во взрослом состоянии, в фазе личинки и не в яйце. И все окна, например, дома, они, если смотреть в всяком оборудовании, они светятся, потому что очень теплые. И в большинстве количества домов нет никаких москитных сеток и прочее. И они просто заползают к нам домой. Обычные клопы вредны лишь для урожая. Людей не кусают. А вот божьи коровки и вовсе полезные хищники. Они опасны только для тли, которая выступает их кормом. Для людей никакой угрозы нет. В принципе, никакое создание на земле, оно не является ни плохим, ни хорошим. Потому что у природы нет ни плохих, ни хороших сторон. Это мы просто все берем через призму человечества, насколько они вредны и полезны нам. Если вам все же довелось встретить таких гостей, главное – сохранять спокойствие. Не шлепать букашек тапком и не пытаться всасывать их пылесосом. Такое гостеприимство насекомые не оценят. Клопы будут обороняться и издавать отвратительный запах. Самый тактичный способ выбороводить наглого гостя – подложить ему лист бумаги. Как только милое создание на него заползет, накрыть стаканом и вынести из дома. Еще проще дождаться прихода первых заморозков. Насекомые исчезнут сами. Мария Мацаева. День с толком.